В самом разгаре лета в России просто повсеместное сумасшествие от проходящего во многих городах страны чемпионата мира по футболу. Ярославль не исключение. Здесь в конце июня тоже усматривается наплыв гостей из многих городов и даже стран. Но, увы, это не фанаты или любители игры на траве. Это профессионалы другой квалификации. Древний город 18-й раз принимает международную конференцию «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы», которая встретила гостей новыми экспозиционными площадками в здании правительства Ярославской области и насыщенной трехдневной программой. Этот симпозиум очень интересен в профессиональном плане, собирает большое количество людей. И самое главное, здесь собираются профессионалы, которые дают информацию по болезням и методам лечения, которые необходимы в нашей повседневной практике. Поэтому жду очень интересных операций, сообщений. Очень хочется увидеть что-то новое. Обязательно будем применять эти методы, которые здесь узнаем. В этом году научный форум во всеуслышание заявил о своем совершеннолетии. Конечно, ярославцам есть чем гордиться. Ведь своим рождением он обязан именно нашим отцам-основателям. Следует отметить, что более чем достойно потрудились над его взрослением и становлением два высших учебных заведения области. Ярославский государственный медицинский университет и Ярославский государственный университет имени Демидова. Это школа, которая признана уже не только нашим профессиональным сообществом страны, но и международным и проводится регулярно. Это как раз вот залог и в основании лежит сотрудничество двух наших ведущих университетов. Я помню, первое подключение было 36 регионов нашей страны. Это послужило прообразом системе, которая сейчас активно уже функционирует, дистанционного, непрерывного медицинского образования. Потому что на наших необъятных просторах не каждый врач может регулярно посещать ведущие федеральные центры, компетенции, клиники. Важно еще сотрудничество с Демидовским университетом в плане насыщения образовательного контента этих программ. Потому что здесь в хорошем смысле врачи делают свое дело и ученые в медицинской науке. А специалисты в сфере информационных технологий помогают им это облечь в современную хорошую содержательную оболочку. Я недавно был на одной лекции одного из наших выдающихся специалистов. И там была очень хорошая фраза одного известного западного футуролога, что будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено. И вот мы стараемся, так сказать, те ростки будущего, которые существуют в этом мире, чтобы Ярославль был такой точкой неравномерного распределения именно применительно к эндоскопии. На официальном открытии Международной эндоскопической конференции актовый зал Дома правительства был заполнен как российскими участниками, так и их коллегами из-за рубежа. Многих присутствующих без преувеличения можно назвать медицинскими светилами мирового уровня. С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев. Правительством Ярославской области, Ярославским медицинским университетом, Ярославским университетом имени Тимидова делается многое для создания режима благоприятственного внедрения в практику самых современных научных достижений в области медицины, в том числе эндоскопических технологий. Конференция сыграет, я уверен, важнейшую роль не только в развитии Ярославского, но и всего российского здравоохранения. Очередная 18-я конференция была посвящена стандартам и новым технологиям эндоскопической диагностики и лечения онкологических заболеваний в пищеварительной системе. Коллеги, первое, что мне хочется сказать, это поблагодарить всех присутствующих за то, что выбрали время и приехали на этот замечательный курс. Это уже 18-й курс, и мы гордимся, что у нас в России есть такой курс. Второе, это, конечно, поблагодарить организаторов, руководителей области, руководителей университета за то, что каждый год этот курс набирает силу, проводится очень здорово, и, как мы видим по участникам, мы представлены сегодня практически все регионы страны. Необходимо отметить, что нынешняя медицинская конференция проходила не только при участии российского эндоскопического общества, но и под особым патронажем японского общества гастроэнтерологической эндоскопии. Примите мои поздравления по случаю проведения Ярославского эндоскопического симпозиума. Мне приятно, что в этом году в симпозиуме вновь принимают участие японские эксперты в области эндоскопии, которые выступят с лекциями и демонстрациями. По устоявшейся традиции конференция представляет собой сочетание форм и методов наглядной медицинской деятельности. Участникам мероприятия были предложены познавательные лекции, мастер-классы, учебные тренинги и живые видеотрансляции эндоскопических исследований из операционных областной клинической онкологической больницы. Чезаро, вы используете холодную петлю без электрокармуляции? С нами была прекрасная команда анестезиологов. Оборудование у нас было экспертного класса, эндоскопы, дополнительное оборудование, СО2, инсуфлятор, что очень важно для колоноскопии. Сейчас, в принципе, характерен акцент на колоноскопии. Подготовка колоноскопии, удаление образований, техника и так далее. С каждым годом все приятнее и приятнее переезжать в этот город, потому что интерес к этому эндоскопическому форуму, который стал уже ежегодным, очень растет и растет. С каждым годом количество приезжающих не только слушателей, но и исполнителей этого мастерства эндоскопического, оно увеличивается. Очень приятно, что сегодня работает каждая операционная. Работает операционная в режиме переключения. То есть это не одна, потом вторая, потом третья, а тут одновременно идет 3 или 4 операции. И приятно, что молодежь, которая присутствует в зале, она получит то, что нигде это не увидит, как делается сложное эндоскопическое вмешательство, как определяется возможность выполнения эндоскопического удаления или хирургического вмешательства. В этом году в программу эндоскопического форума было включено обсуждение российских рекомендаций по выполнению эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также сессия для операционных медицинских сестер. Вы знаете, роль эндоскопической сестры важна, потому что она практически является единственным помощником, советчиком в работе врача-эндоскописта. А эндоскопия сейчас у нас находится, вы знаете, на взлете и прежде всего в системе онкологических программ. Поэтому работа в такой паре, комплайнс между работой врача и сестры крайне важны. Каждый участник конференции смог приобрести для себя не только фундаментальные теоретические знания по гастроэнтерологии, хирургии и онкологии, но и получить неценимый практический опыт в эндоскопии, совершенствуясь при работе на медицинских симуляторах. 18-я конференция посвящена самым актуальным проблемам в нашем здравоохранении. Ранняя диагностика опухолевых заболеваний. Но это невозможно переоценить в наше время, когда ставится задача продолжительности жизни. И, конечно, содружество Ярославского медицинского университета с практическим здравоохранением, повседневная такая деятельность. Это все на пользу прежде всего наших пациентов, людей. И очень приятно, что это проходит сейчас в год. На Японии в России опять ведущие японские специалисты здесь. Проводят мастер-классы, показательные операции, тренинг. Ну, вообще, просто это большое событие в медицине не только в Ярославском регионе, но и в нашей стране. Организаторы конференции в этом году также продолжили соревновательные традиции. При поддержке Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках симпозиума состоялся третий чемпионат по колоноскопии, который выявил с помощью тренажера Symbionics самых быстрых и умелых участников этого исследовательского процесса. У нас много выдающихся талантливых врачей, но чтобы это стало школой, чтобы это было признано всем профессиональным сообществом, конечно, очень важны слагаемые. Безусловно, главное слагаемое – это энтузиазм Сергея Владимировича Кашина, его высочайший профессионализм, преданность тому, чем он занимается. Но не менее важное слагаемое, которое я подчеркнул бы, это междисциплинарное сотрудничество и, в частности, содружество с Демидовским университетом. Почему? Потому что, когда это впервые начали проводить, это называлось интернет-сессиями, но уже тогда это позволяло не только тем, кто находится в зале проведения мероприятия, в операционных, но и тем, кто находится на наших необъятных просторах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...